Приветствую вас. Мне бы хотелось, прежде чем ответить на ваш вопрос, мне бы хотелось обратить ваше внимание на несколько, ну, на мой взгляд, важных моментов в вашем вопросе, на которые нельзя не обратить внимание. Значит, во-первых, вы пишите, что в 19 лет, встречаясь с парнем в 3 года, вы до сих пор не вступали к ним в сексуальные отношения. Вы пишите, что он ждет, так как вы боитесь. Вот первый момент. Вам уже больше 18 лет. Вы с парнем встречаетесь 3 года. Вы знаете, что у него никого нет. Кстати, сколько ему лет, вы не написали. Вы знаете, что у него никого нет. Вы знаете его родителей. И вы не вступаете с ним в сексуальные отношения. Вы боитесь быть использованы и боитесь остаться одной. Ну, как я понял, у вас тут ошибочка стоит, наверное. Давайте подумаем. Не надуманы ли ваши страхи, собственно говоря. Вот вы говорите, я боюсь быть использованы и боюсь остаться одна. Но ведь парень с 3 года с вами встречается. И в этих 3 лет, ну, наверное, 2 с половиной года мужчина точно ждет, что вы согласитесь с ним на близость. Если бы он был с вами только из-за секса, он бы уже давным-давно вас бросил. Просто потому, что, ну, знаете, в данном случае секс, и даже секс с девственницей, это не то, чего можно ждать, а такое большое количество времени. То есть, ваш страх надуманный. Ответственно, возникает вопрос тогда, к вам уже вопрос. А почему же вы так сильно боитесь остаться одна? С чем связан ваш страх остаться одной? Получается, что если вы боитесь остаться одна, то вы зависимы от своего мужчины. Любая зависимость этого плохо. И, соответственно, эту зависимость желательно бы снимать. Почему вы так боитесь быть использованы? Тоже не очень понятно. Даже если предположить, что вот у вас будет с мужчиной близость, а потом вы расстанетесь, то все равно вы получите удовольствие. Мужчина получит удовольствие. Почему вы боитесь этого? Ведь секс – это не только то, условно говоря, что вам, точнее, что мужчине может принести удовольствие. Секс – это еще и то, что вам может принести удовольствие, и у вас к нему тоже, на мой взгляд, несколько, может быть, в предвзятое отношение. Вот я бы так вопрос поставил бы. Соответственно, чем это обусловлено, какие у вас есть страхи? Дальше вы пишите о том, что мужчина очень обрадовался, когда выяснилось, что вы не будете сниматься в квартиру, и вы, как бы, ну, собственно, будете жить сами, отдельно. Здесь тоже довольно интересный, на мой взгляд, момент. Получается как? Что вы с некоторой долей разочарования сказали, что мужчина обрадовался, то есть вы боитесь, что мужчина на вас будет экономить. Опять же, непонятно, откуда у вас такая неуверенность в молодом человеке. Это за три-то года. А самое главное, если вы боитесь его потерять, вот тем более нужно мужчине дать все то, чтобы он от вас не ушел. А вы мало того, что ему не доверяете, мало того, что требуете, чтобы он вас в жены взял, хотя он совершенно очевидно считает, что еще рано, так вы еще и в близости ему отказываете. Я не знаю, сколько мужчина продержится в таком режиме, и я бы не хотел, чтобы знали вы. То есть у вас есть определенный страх, и у вас есть, на мой взгляд, на мой взгляд, чрезмерная зависимость от него. То есть, по моему мнению, вы слишком сильно зависите от своего мужчины. Все то, что вы хотите от него получить для себя, вам не получается самостоятельно. То есть этот вот страх быть использованный, это повышение уверенности в себе. Как ее повышать? Ну, надо разбираться с вами более подробно, потому что пока я не очень понимаю природу ваших страхов, то есть на чем они основываются. Но одно можно сказать, что мужчина не давал вам никаких поводов для того, чтобы в нем сомневаться. И вы сомневаетесь в нем именно, проецируя свои собственные страхи на него. С чем это связано, нужно, я еще раз повторю, разбираться отдельно, потому что вот так вот это сказать достаточно сложно, затруднительно, но тем не менее. Тем не менее. Я думаю, что это необходимо для разбора материалов. Потому что вам это действительно здорово мешает. Следующий момент, это момент такой, что ваш молодой человек говорит, что он закончил учебу, и вы поедете за границу, где будете зарабатывать деньги, тогда можно жениться. Вы пишите, я себя чувствую ненужно, и в моем возрасте 800 знакомых женат. Ну, во-первых, если мужчина сказал, что он не может на вас жениться пока что, не может взять вас в жене пока что, это значит, что человек хотел бы сделать все так, как он видит. И мне здесь тоже не очень понятно, почему вы не можете, не хотите, не можете принять его позицию. То есть мужчина хочет, чтобы все было хорошо, мужчина хочет, чтобы вы встали на ноги, чтобы у вас было все необходимое, и так далее. Но вы почему-то это отрицаете, вы не даете ему вот этого, то есть вы не даете ему поддержки, по сути дела. Ну, и, собственно, к вам возникает ответственный вопрос. Почему вы так сильно хотите именно замуж? Зачем вы торопитесь выходить замуж? Не движет ли вами снова тот самый страх, о котором уже говорилось неоднократно. Потому что если вами действительно движет страх, то отношения на страхе строить, это очень плохое качество, очень плохое подспорье для отношений, страх. И, кроме того, мужчина же, он не глупый, скорее всего, и понимает, что вы его используете. Он вам нужен для того, чтобы, например, выйти замуж, чтобы достичь того самого социального равенства, чтобы быть такой же, как другие люди, с которыми вы себя сравниваете. Кстати, тоже очень интересный вопрос. А зачем вы сравниваете себя с другими людьми? Как вы можете это вообще делать? То есть вы получаете настолько неуверенность в себе, что сравниваете себя с другими людьми и ориентируетесь на них. Они вам говорят все лучше. Простите, должен здесь вам напомнить, что вы видите только лишь внешнюю сторону. Вы видите только лишь внешнее проявление. Вы видите лишь только то, что люди хотят показать вам. Но вы не видите всего. И то, что ваши знакомые в вашем возрасте уже замужем, как вы говорите, совершенно не относят, что эти люди, например, счастливы, совершенно не относят, что у них все хорошо, и совершенно не относят, значит, что они добились того, что им было, например, нужно. Поэтому не нужно сравнивать себя с другими людьми. Не нужно стараться поступать так, как другие люди. Вы сами строите свою жизнь, и вы сами ее формируете. Вот на это и нужно делать особый акцент. А если вы будете все время, ну или, как это лучше сказать, периодически, если вы будете ориентироваться на других людей, то чужие ценности вы будете делать своими. Тем самым вы будете мешать себе быть той, кто вы в действительности есть. А это плохо, и это плохо не только для вас, но и для того, кто рядом с вам. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. То есть вам необходимо проработать ряд своих страхов, ряд своих моментов, как бы вы не уверены в себе, и после этого заново посмотреть на отношения с мужчиной, и ответить себе на вопрос, нужен ли он вам или нет. Тогда, когда вы станете другой, вот тогда уже вы сможете для себя решить. Готовы ли вы, например, принимать выбор вашего парня или нет. Заставить его жениться на вас нельзя никак, потому что насильно человека не заставят. Вам важно понять, для чего вам этот самый прав. что вы хотите получить. Брак ничего вам не даст. И глупо рассчитывать, что брак вообще может что-то вам дать. Потому что брак это естественная форма развития человеческих отношений, и он ничего вам не принесет. А если вы чего-то ожидаете, то вы воспринимаете и брак, и мужчину как средство для достижения своих целей, что опять-таки не является чем-то положительным. И самое главное, что если вы стремитесь к тому, чтобы через брак достичь каких-то целей, то брак вам не поможет. Потому если следом за ним вы вступите в брак, хорошо, в брак вступили. А дальше следом за браком пойдет и 100 тысяч, то есть вам потребуется новое и новое подтверждение того, что вы равны, если вы сравниваете себя с другими людьми. Все новое и новое подтверждение того, что вы равны, вам потребуется все новое и новое подтверждение того, что вы соответствуете ну, тем людям, с которыми вы там равняетесь, например. Ну, и вы же понимаете, что хорошего из этого ничего не получится. И мужчина, скорее всего, вас это так же понимает. Ну, поэтому не нужно для вашего блага, не стоит превращать отношения в некий такой способ достичь всего того, что вам нужно. Вы, если чувствуете себя неуверенными, чувствуете, что сомневаетесь, то лучше постарайтесь всего этого достичь самостоятельно. А уже потом, когда и если вы это сделаете, вот точно тогда, можно будет вступать в отношения. Можно будет в них как-то реализовываться. Можно будет, ну, например, там, от мужчины чего-то требовать и так далее. То есть момент здесь, именно вот, именно такой момент, то есть момент заключается именно в том, чего вы сами для себя хотите и почему считаете, что другие люди, в том числе и ваш мужчина, должны делать то, что хотите вы, а почему вы не рассматриваете, например, то, что хочет, собственно, ваш мужчина, почему вы не, ну, почему вы не допускаете, что у него могут быть свои желания, и почему вы не стараетесь коррелировать ваши с ним желания. Ведь если, например, смотрите, мужчина говорит, он обозначил вам четкую позицию, что пока задавать семью он не хочет, это его право. А его право не хочется давать семью сейчас. Ну, если вы его любите, то вам нужно принять его позицию, а иначе как вы будете ходить в общий язык. Ведь все так, как вы хотите, не будет, это невозможно. Поэтому я думаю, что об этом всем вам стоит подумать и выработать свою более четкую и, наверное, более серьезную позицию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.